Недолгим было счастье Натальи Старковой. Закончила кулинарное училище, по любви вышла замуж, родила сына, нашла работу по душе. Но муж-электрик погиб во время аварии на подстанции, и с тех пор единственным мужчиной в её жизни оставался любимый сын. Паш, ты встал или не встал, а? Ты в школу опасна? Паша рос обычным мальчишкой, недолюбливал школу, предпочитал ей футбол и общение с друзьями. Мать слушался, но относился к ней с лёгким подростковым высокомерием. Паш, да сколько ж можно, в конце-то концов, а? Ну, каждое утро одно и то же, одно и то же. Всё, всё, я встал. Он у меня вообще-то хороший мальчик. Просто просыпается с трудом и не в духе. Сова, ничего не поделаешь. Так я не понял, а где мой чай? Ворчунка. Мамка у меня молодец. Не то, что у Макса дружбана моего. У него вообще не родители, а жесть какая-то. Не, у меня хорошее, мне с ней повезло. Собрав сына в школу, Наталья со спокойным сердцем отправилась на работу. Она работала поваром в кафе. Женщина даже не подозревала, что вскоре неприятная новость изменит все её планы на день. Сначала во дворе женщина встретила свою подругу Светлану и остановилась перекинуться с ней парой слов. Привет. Сколько лет я тебе? Привет. Сколько лет я тебе? Ты куда пропала-то? Я тебя вообще не видно. Да ты что, мой хозяин просто новую кафешку открыл. Да ты что? Ага, вот я и сижу там смотрю, чтобы всё нормально было. Ну, а тебе-то что с этого? Или ты, как всегда, по своей доброте душевной, так сказать? Ну, почему же по доброте? Ну, а что я тебя не знаю, что ли? Ну, просто, понимаешь, меня старшим поваром обещали перевезти. Ух ты, поздравляю, ну теперь денег будешь зарабатывать, богатенькой станешь. Конечно. Я рада за тебя. У меня у Пашки выпускной просто, надо же как-то уже начинать откладывать. Ой, не говори, в прошлом году по четыре тысячи только на стол собирали, ты прикинь? Это ему непостижимо. Да, вот так вот теперь. Чтобы ребёночка вырастить, столько средств нужно потратить. Да, алло. Валентина Егоровна, здравствуйте. Наталья звонила директор школы. Она хотела поговорить с ней о Паше. Как не ходит. Директор сообщила, что ей необходимо обсудить с Натальей прогулы её сына. Не, ну, я ж каждое утро... И кроме того, у директора были дополнительные претензии к ученику, поскольку недавно он что-то натворил. Наталья тут же пообещала прийти в школу. Пашка у меня в школу не ходит. Как не ходит? Ну, ничего себе прикольчики. Нет, ну он, конечно, он, конечно, опаздывает. Он чтоб совсем не ходит. Да, мать для него, всё на свете, а он шастает где-то. Я знала, что что-то подобное вылезет. Она на Пашку своего молится. Пашка-псичка, Пашка-золотце, а Пашка ещё тот жук. Ну вот я тебе говорила. Свет, ты подожди ты, Свет. Наталья решила пойти в школу сейчас же. Позвонила на работу и предупредила, что опоздает. У меня звонок этот по самому больному. Я же его никогда не ругаю. Почему молчит? Может быть, его одноклассники затравили? Валентина Егоровна, подожди. Дела у Паши в школе оказались много хуже, чем она предполагала. Я понимаю, извините, Буграде. Вы понимаете, что это одиннадцатый класс? Ваш сын столько пропустил, как он будет сдавать ЕГЭ? Как? Как столько? Он что, весь сентябрь не ходил в школу? Ну не весь, конечно. Но пропусков у него и более чем изрядны. Вы знаете, вы простите нас, пожалуйста. Как простить? Как простить? И это еще вот не все то, что пропуски, прогулы у него. В пятницу он пришел в школу пьяным. Как пьяным? Как пьяным? А вот так вот. Прям с утра пьяным? Нет, не с утра. Он пришел к вечеру. Пришел к вечеру и поднялся в кабинет преподавателя ОБЖ. У них с учеников с преподавателем доверительные отношения. И там в кабинете ему стало дурно. Она мне как будто про чужого ребенка рассказывала. Паша ж никогда не пил. И отец его не пил. У меня аж в груди все сжалось. Если дальше это будет продолжаться, мы вынуждены будем его отправить в спецшколу. А вы знаете, что такое спецшкола? Наталья испытывала смешанные чувства. Ей было стыдно за сына. Но еще больше она боялась за него. А если дальнейшее будет продолжение пьянства и появление его в школе, мы отправим его в детскую комнату милиции. Вы поговорите с ним. Я думаю, что он мальчик умный. И у него все получится. Не расстраивайтесь. Я не помню, как до работы дошла. Ничего перед собой не видела. Об одном только думала, как спасти сына и не дать ему скатиться. К вечеру Наталья немного успокоилась. Она ждала сына и думала о том, что она ему скажет. Наконец появился Паша. Он был бодр, весел. Вел себя так, будто ничего не произошло. Случилось. Мне поговорить с тобой надо. Меня в школу вызывали. Во я перепугался. На ней лица не было. Я даже как-то вспомнил день, когда папка погиб. Настучали все. Настучали. Это по поводу твоего алкоголизма и прогулов. Какого алкоголизма? Ты чего? Пашка, с тобой происходит что-то, а я и помочь ничем не могу. Ну, я всего один раз. Ну, это все потому, что меня Янка бросила. Понимаешь, мам? Вот я тогда и решил сделать вид, что мне очень плохо. Пьяный. Ну, я перед школой пивка жахнул. Ну, и не рассчитал. И сработало. Сработало, да? Сработало. Господи, Пашка, какой же ты у меня дурак. Вот дурак, а. У меня аж камень с души свалился. Вот мальчишка, глупый пацан. Я-то думала, что-то серьезное. А это Янка. На следующий день вечером Наталья, как обычно, убирала в комнате сына. И нечаянно задела мышку. Так она случайно обнаружила фотографии на компьютере. На них ее Паша был в окружении ребят постарше, которых она совсем не знала. Наталья стала просматривать фотографии, где ее сын пьянствовал с неизвестными людьми. Она была просто потрясена. Я, конечно, понимаю, мой Паша не ангел. Он обычный парень. Да и они все в этом возрасте пробуют пить и курить. Но мне-то он зачем наврал? И вообще разгульно живет. Это компания. Пьянки-гулянки. Каэш, когда ему учиться-то? Наталья тут же позвонила Паше. Сын поспешно ответил, что занят. Завтра контрольная по алгебре, поэтому он снова останется ночевать у Макса. Они будут готовиться. Мол, из-за Янки Паша сильно отстал. Наталья решила не мешать сыну, но еще раз, пересмотрев фотографии, не выдержала. Надо сразу все выяснить. Я же всю ночь спать не буду. Ничего. Отвечется на пару минут. Максим! Подойдя к дому, Наталья увидела Максима, который в это время должен был заниматься алгеброй. Максим! А чего это ты играешь? А Пашка без тебя дома контрольную, что ли? Здрасте. А чего я с ним сидеть должен? Я ему объяснил, как решать. И пошел в футбол играть. Слушай, ты не мог бы его позвать на минуточку? Мне очень срочно нужно поговорить с ним. Максим сообщил, что, наверное, его друг просто зубрит и от занятий отвлекаться не хочет, поэтому не берет трубку. Но поскольку Наталья очень настаивала, он сам решился позвонить на свой домашний номер телефона. Не берет никто дома. Да вы не волнуйтесь, он наверняка куда-то вышел придет. По странному поведению Максима Наталья догадалась, что он говорит неправду. Ты друга не хочешь сдавать. Наталья рассказала Максиму о своем визите к директору и о фотографиях, на которых Максим запечатлен пьяным. Не, ну друзей сливать, конечно, не дело. Даже бывших. Ну, если честно, я реально за Пашку испугался. Ну, попрут парни из школы в универ не поступить. Что дальше? Армия? Мы не виделись с ним очень давно. Да и вообще у него другая компания, там, друзья. Мы не общаемся. Максим, а что за компания-то? Ну, я не знаю. Честно, взрослые какие-то. Вы не наркоманы, случайно? Да не, ну, они, знаете, как вам сказать? Я не знаю их вообще, этих людей даже. Может быть, они пьют? Да не, ну, короче, я их видел всего пару раз. Я вообще не в теме, честно. Слушайте, давайте я домой пойду, ладно? Мне уже домой надо. Серьезно. Только не волнуйтесь, все хорошо будет. Разговор с Максимом убедил Наталью в том, что сын давно и регулярно обманывает ее. Женщина была по-настоящему напугана. Она звонила Паше снова и снова, но его телефон не отвечал. Я пыталась успокоиться, но ничего не получается. Пашка-то мой часто дома не ночевал. Был якобы у Макса. А теперь? Может, он с этими алкашами? Утром Наталья вышла на работу. Она не спала всю ночь. У подъезда она столкнулась с подругой Светланой. А что ты так разнерчилась? Он же первый раз все что-то ночует. Нет, понимаешь? Я-то все это время думала, что он у Макса ночует. А теперь я правду знаю. Ну, ничего. Парню, тут помогать надо. Я на Наталью поражаюсь. Она все к доброте взывает. А сейчас люди доброты не понимают. Они на шею садятся и ножки свешивают. О, вон он. Явился, не запылился. Глаза твои бескиже. Я вам здрасте. Приятно. Я с тобой поговорю. Мать-то смотри, ты что довел. Лица нет на матери. Чего это с ней? Паш, ты где был? У Макса, мы контролем. Не надо мне врать. Я все прекрасно знаю. И про новых друзей твоих, про новую компанию. И про фотографии. Наталья увидела, что Паша слегка напрягся. Фотографии? Которые на компе, что ли? Конечно. Так они специально для Яны были сделаны. Ну ты чего? Паш, а Макс мне сказал, что у тебя какая-то взрослая компания. Да какая взрослая компания? Ну Ян брат и еще пара парней. Вот и все. Мамка, как обычно, где-нибудь что-нибудь услышит, ничего не поймет. И как начнет паниковать. А гулял я с Яной всю ночь. Это правда? Да, ходили, на звезды смотрели. Все, он огулялся, можно теперь к школе готовить. Пашка, ты меня точно не обманываешь? Нет, не обманывай. Ты что так все слишком близко к сердцу воспринимаешь-то? Конечно, он меня успокоил. Раньше у нас такого не было. Теперь какие-то секреты. То одно говорит, то другое. На следующий день в новом кафе была санобработка, и Наталье дали выходной. Она решила прибраться в комнате сына. Паша никогда не был против. Наташа не знала, что ее ждет еще одна неприятная находка. Сначала я ничего не поняла. Думала, это мои. У нас все документы в ящичке специальном хранятся. Думаю, зачем Пашка их к себе переложила? А когда посмотрела... Среди документов сына Наталья обнаружила квитанцию из бухгалтерии о получении Пашей зарплаты в музыкальном салоне Нота и результаты анализов крови. Оказывается, Паша-то работает курьером в музыкальном салоне. А я об этом ничего не знаю. Так он из-за этого школу-то прогуливает. А деньги-то ему зачем нужны? Наталья решила немедленно пойти к Паше на работу и все выяснить. У подъезда Наталья заметила Светлану, которая как будто нарочно поджидала подругу, чтобы услышать от нее о новых неприятностях. И задать слишком доброй и нетерпеливой мамаши хорошую взбучку. Анализы на кровь. Анализы? Анализы на кровь. А как ты думаешь, зачем же он кровь-то сдавал? А я не знаю. Ты не знаешь? А я-то знаю. Он в плохую компанию попал. Он там пил, курил, бог знает, чем занимался. Свет, не надо так, потому что он мне только про работу не сказал. Он тебе про работу не сказал, а он там с одной девчонкой переспал, поэтому Яна на него обиделась. И еще мало того, он венерическое подцепил. Прекрати. Вот, вот почему. Света, прекрати. Почему ему понадобится? Света, не говори такое. Ну что я тебе не говорю такое? Ему поэтому и понадобились деньги для лечения, понимаешь? В поликлинику с этим не пойдешь? Матери сообщат сразу, а то и в школу. А деньги нужны для лечения большие. У меня как будто пелена спала. Я, кажется, в это верить-то не хотела. Но все настолько логично получается, что и по-другому-то не подумаешь. Вон идет, золото самоварное. Хотя сын пришел ровно в то время, в какое и должен был вернуться из школы, Наталья уже не была уверена, что он был именно там, а не на работе или с дружками. Пашка, я все понимаю. Паш, ну разные болезни существуют. Но есть такие, которые можно цепануть, а потом бояться матери сказать. Может, ты стесняешься. Может, что не можешь сказать. Паш, да найду я тебе деньги на лечение. Понимаешь? Найду. Я, кажется, все понял. Это очередной тетя Светкин бред. А что ты хочешь сказать, что она не права? Не, ну она, конечно, всегда права. Да я работаю, мама. А все эти бумажки нужны, анализы нужны были для трудоустройства, понимаешь? Пашка, тебе учиться надо. У тебя экзамен выпускной, ЕГЭ. Да я и так учусь. Я просто поначалу уставал, а делал вид, что ухожу в школу и возвращался домой. Так а мне-то ты почему ничего не сказал, а? Да ты и так, Паш, как ломовая лошадь. А я сиди для развлечений. Какие развлечения? Это что, это вот твоя вот эта компания, да? Да нет никакой компании. Я на барабанах хочу научиться играть. Чего? Паш, Паш, да найду я тебе на эти барабаны. Миленький, только учись, понимаешь? Учись. Почему мать должна так горбатиться на меня? Я сыт, обут, одет, причем неплохо одет. Я еще должен за ее счет развлекаться? Да стыдно же, мне в семнадцать. Ну хорошо, мам. Хочешь, я пойду в школу, сдам все зачеты, поговорю с учителями. Мир, мир, мир. Да мир. Я так была растрогана Пашиными словами. Хороший он у меня все-таки мальчик вырос. Благодарный. Но вот эта идея с работой мне все-таки не понравилась. Два дня прошли спокойно. Павел приходил домой вовремя, делал уроки. И вот вечером после работы Наталья случайно встретила Яну, девушку своего сына. И эта встреча снова все повернула вспять. Здравствуйте. Привет. Слушай, сто лет тебя не видела. А ты что к нам совсем не заходишь? Как вы, разве не знаете, мы с Пашей не встречаемся. Как не встречаетесь? Вы что, поссорились опять? Ой, да не бери в голову. Он тебя любит. Да мы два месяца назад расстались. У него другая давно. Да нет. Он тебя любит. Историю всю эту на УБЖ затеял, чтобы тебя вернуть. Мы что-то перепутали. Он со мной даже не разговаривает. Я к нему подхожу, с учебы помочь хотела. А он мне такой, не пытайся меня вернуть, это бесполезно. Да сколько ж это может продолжаться? Только поверю и снова. И все по-другому. С Пашкой что-то происходит. Он заврался совсем. И про тебя наврал. Работает зачем-то, в школу не ходит. Да, мне Макс вчера сказал. В ноте он курьером. А ты знаешь, где это? Конечно. Проводить вас? Я вообще не поняла, зачем Паша про нас матери врал. Может, он хочет снова со мной быть? Тогда почему он меня отталкивает? Хочет, чтобы я его упрашивала, что ли? У Яны был свой интерес проводить Наталью до магазина. Она хотела узнать, зачем Паша скрыл от матери их расставание. Но Яна никак не ожидала, что ей предстоит увидеть. Бывшая возлюбленная нечаянно застала Павла с его новой пассией. Наташа, я не могу. Пускай ты мне, Наташа. А вам что-то подсказать? Я очень удивилась. Рассказывает мне про Яну, а сам с такой хорошенькой продавщицей воркует. Ну, у меня и сынок. Мам, ты что здесь делаешь? Ещё и Яну с собой притащила. Я Яну случайно встретила. Наталья пыталась выяснить у сына, что всё это значит. Почему Павел стал ей так много врать? Это что за женщина? Это твоя новая девушка? Ну, она же в два раза тебя старше. На восемь лет и что? Ты так врёшь, Паш. Мама, давай не будем. Что мне даже странно становится. Давай не будем сцену на работе устраивать, ну. Паш, ты же знаешь, Паш. Давай, давай. Давай, мам, всё. Я перестаю его понимать. Я думала, он от несчастной любви страдает. А он бедную девочку бросил, а сам ко взрослым женщинам пристаёт. Выйдя из магазина, Наталья пыталась найти расстроенную Яну. Её не пришлось искать долго. Ян, не надо ко мне подходить. Ян, да успокойся. Ян, Ян, милая, ты чего? Я знала, что не надо туда идти. Ян, давай поговорим. Зачем мы туда пошли? Ян, Ян, они всё равно не будут вместе. Вы видели её? Ян, да не получится у них ничего. Она какая красивая, длинноногая, взрослая. Не будет у них ничего. Не получится, понимаешь? Почему? Да потому что такие девушки на школьников внимания не обращают. Они на них просто смотрят и смеются. Это неправда. К ней полкласса моего в магазин бегают. Она очень даже не против. Ян, ну она же всё-таки продавщица. Она с покупателями общаться должна. Конечно, работа. Я её тысячу раз с разными видела. То на мопеде подвезут, то до дома провожают. А она и рада. Я её на дне рождения у одноклассников встречала. Знаете, как она себя вела? В смысле? Она там флиртовала со всеми. А эти идиоты вокруг неё скакали. Облажали. Не понравилось мне, что Яна про эту девушку-то рассказывала. Если она такая вертихвостка, то Паша может очень больно сделать. А я таких знаю. Такие зацепят, а потом бросят. Наталья с волнением думала о предстоящем разговоре. Неужели сын действительно влюблён в эту взрослую дамочку? Наталья решила предупредить сына о грозящей ему опасности. Я не знал, как ей сказать. Мамка-то она у меня очень впечатлительная. И расстраивается из-за мелочи любой. Ну, я и не хочу её волновать. А получается только хуже. А ты извини. Пашенька. Пашенька, я всё поняла. У меня вот с отцом твоим такая же бешеная любовь была. Зайка, тебе ж потом больно будет. Почему? Ну, не будете вы вместе. Не будете. Почему? Сынок миленький. Ты ведь из-за неё школу прогуливаешь. Работа устроился. Не быть вам вместе, понимаешь? Не быть. Да почему? Как тебе сказать? Понимаешь, она же взрослая женщина. Таких школьникам серьёзно-то не относятся. Сын. У нас с ней всё серьёзно. Пашенька. Паша решил, что пора говорить правду и только правду. У нас с Ниной будет ребёнок. Я всякое предполагала, но ребёнок. Пашка школьник, ему учиться надо. Нет, я люблю детей, я внуков хочу. Но не сейчас же, ему 17 лет. Паш, да ты что? Да что? Я же и на работу устроился, чтобы малыша содержать, когда он родился. Ты же ещё школьник. У тебя школа, институт. Господи, а эта баба о чём думает? От школьника рожает. Ты думаешь, мне не страшно? Когда она мне сказала, я вообще напился. И ещё к бэжишнику пошёл, он уже ходил. А матери, матери-то чего не сказал? Сейчас сказал. Надо же, ребёнок. Конечно, с Пашкой такое творится. А эта девушка вообще чокнутая, от школьника рожать. Да что ж дальше-то будет? На следующий день Наталья решила поговорить с самой девушкой, узнать, что та об этом думает. Поэтому она отправилась в музыкальный магазин. Но поговорить с девушкой не получилось. Я вообще не поняла, зачем такие нежности, если она за Пашку моего замуж собралась. А тут такой мужчина, взрослый, представительный. Так если у неё такой возлюбленный, Пашка-то моя, и зачем? Наталья решила проследить за мужчиной, с которым обнималась новая девушка её сына. В сердцах она крыла её последними словами и очень жалела сына, что он влюбился в такую развратную особу. Но каково же было её удивление, когда она увидела, что этот человек женат. После такого она подойти к нему не решилась. Так у неё женатый мужчина, и любит-то она его, а не Пашку. Значит, забеременела. Одной-то растить плохо, а тут школьник влюблённый подвернулся. Наталья была просто в панике. Она не знала, как ей рассказать сыну о том, что она увидела его невесту с каким-то взрослым мужчиной, и позвонила своей подруге Светлане, чтобы посоветоваться. Ну, а Нинка как тебе понравилась? Нинка, ты знаешь, она мне понравилась. Я вообще наглостью восхищаюсь. А чем тут восхищаться? Я наглостью восхищаюсь этой девице. Ты посмотри, она пацана опутала малолетнего, да? Вот, дальше богатенького нашла, с него бабки будет стричь. А вот ты хоть Пашке-то сказала? Пашке. А почему ты Пашке не сказала? Это убьёт его, понимаешь? Он же любит по-настоящему. Мне иногда кажется, что Наталья вообще какая-то еродивая. У неё силы воли совершенно никакой нет. Вот из-за таких, как она, аферисты плодятся. Ты вообще просто дура настоящая. Да скажу я ему, скажу я ему, скажу. Если ты ему не скажешь... Да сегодня я ему скажу, сегодня всё скажу. Света, конечно, права. И с Пашей надо поговорить. Но она, знаете, такой человек, иногда, мне кажется, она вообще ничего не чувствует. Такое впечатление, что она сначала через голову пропускает, а потом уж в сердце. А ведь люди так не могут, они же переживают. Можно так ранить, что на всю жизнь след останется. После разговора со Светланой Наталья решила не медлить, а сразу поговорить с сыном. Однако сделать это оказалось трудно. Она не знала, с чего начать, как объяснить бедному Паше, что его обманывают. Светка меня отругала, я так решительно настроилась. А потом вхожу, увидела его. Сердце кровью обливается. Как же я ему больно-то сделаю. Привет, Ма. Ну ты чего, как неродная? Ну, заходи. Ну ты чего, мам? Ну? Паш, я не знаю, как сказать. Ну не томи, говори уже. Ты только не волнуйся. Я в магазин ходила. В какой магазин? Ну там, где Нина работает. Зачем ты к ней не ходила? Паш, да не об этом разговор, понимаешь? Я к магазину-то подошла, а там Нина с каким-то мужиком обнимается и целуется. С каким мужиком? Ты что несешь? Паш, они, они обнимались, у нее еще по животу гладят. Ты думаешь, что говоришь вообще? Чего они делают? Да я сначала не понял даже. Ну как она меня не любит? Мы же все хорошо так было. Я же себе намечтал там даже уже, как мы жить вместе будем. И ребенок. Нет, зачем я ей тогда вообще? Вот и Светка говорит. Вот и Светка говорит. Вот мразь, да? Я же ей поверил. Я же ей поверил. Ты что слышишь? Я их сказал. Паша, Паша. Я его вообще в такой ярости никогда не видела. Сижу и молюсь, Господи, только от греха убереги. Он у меня вообще-то добрый. А здесь так лицо от ярости перекосило. Ночевать Паша не пришел. Сотов и забыл. Поэтому Наталья всю ночь не спала. Утром она все же пошла на работу. Чувствовала она себя неважно. Она переживала, что сын не перенесет предательство этой девушке и что-нибудь с собой сделает. Больше всего Наталья боялась, что если с сыном что-нибудь случится, она может об этом не узнать. А когда узнает, будет поздно. В таких тягостных мыслях она не знала, как проведет этот день. Но внезапно перед домом она увидела сына. Я как увидела, испугалась прям вся. Я думала, бомж или алкаш какой до дома-то не добрался. Ой, боже мой. А это мой сын. Сын это мой. Сын. Паш, сынок, просыпайся. Паш, ты чего, Паш? Паш! Перед мамкой, конечно, стыдно. Но когда плохо, уже ни про кого не помнишь. Ни про мамку, ни про себя. Хочется только забыться и ничего не соображать. Ты где был? Я у нее был. Ну у нее было что? Паша рассказал матери, как пришел вчера к Нине и все ей высказал. Нина даже оправдываться не посчитала нужным. Захлопнула у него перед носом дверь и заперлась. Паша был очень расстроен. Он не мог поверить. То, что он называл настоящим чувством, оказалось обманом. Прости, да при чем здесь вообще прости? Как мне жить дальше? Паш, прости. Сынок, ну как? Как дальше жить? Ну мы же жили как-то раньше. Ну давай так и дальше жить. Как раньше, да? Как раньше? Ну хорошо же, жили, Паш. Вы знаешь, как я раньше жил? Паш, хорошо жили. Как все я жил. Ну жили как все. Все в футбол, я в футбол. Как все. Паш, ну хорошо же, Паш. Когда она появилась, я как-то лучше стала. Понимаешь, я даже книги какие-то там начал читать, музыку слушать, барабаны какие-то. Паш, ну так ты так дальше и продолжай. Да смысл так дальше продолжать? Книги читай, барабаны. Я же это для нее все, чтобы от нее не отставать. Барабаны. Паш, ну поверь мне, Пашенька, ну все нормально будет. Ну ты еще встретишь свою любовь, настоящую любовь. Паш, ну встретишь. Я никому уже не поверю. Наталья утешала сына. Но Паша ничего не хотел больше слышать. Ни о Нине, ни об их отношениях. Паш, сынок, Пашенька, Паш, Паш, пойдем. Паш, домой пойдем, Пашенька. Я ей не представляла, что все так. Пашка-то мой действительно раньше никаких книг, кроме учебников, не читал. Как-то нехорошо у них все вышло-то. Вечером Наталья вернулась с работы. Решила подбодрить сына, приготовив ему вкусный ужин. Однако она еще не знала, что увидит в Пашиной комнате. Наталья сильно занервничала, когда поняла, что Паша ушел из дома. Первая мысль, которая пришла ей в голову, что Паша мог пойти в магазин к Нине. И она решила отправиться туда. Придя в музыкальный магазин, Наталья не знала, где ей искать собственного сына. Я почувствовала, что он там. Я Пашку знаю. Он неугомонный. А раз он настолько влюблен, то не успокоится. В магазине посетителей не было, и Паши тоже нигде она не нашла. Однако в магазине она увидела то, чего совсем не ожидала увидеть. Я не поняла сначала. Думала, скандал будет на весь магазин. Попался мужик. Жена, ребенок, беременная любовница. Наталье показалось очень странным, что жена и любовница так хорошо общаются. Она-то не знала, как заблуждалась, когда поняла, что это либо родственники, либо близкие друзья Нины, а никакие они не любовники. Наталья осознала, какую боль она причинила собственному сыну своими сомнениями, подозрениями и фантазиями. Как же я раньше не заметила, что они с Ниной похожи. Это ж брат ее, а не любовник. А про любовника-то я сама все придумала. И Пашке рассказала. Конечно, его Нина на порог не пустила. Это я во всем виновата. Осознав, что сама разрушила счастье единственного сына, Наталья бросилась искать Пашу. Она хотела поскорее признаться ему, как ошибалась. Однако она не знала, где его искать. И эта неизвестность пугала ее. Она волновалась, как бы не было поздно. К счастью, Наталья застала Пашу дома. Она не хотела его будить, но оказалось, сын просто лежал с закрытыми глазами. Я тебя разбудила? Да нет, я уснуть не могу. Паш. Мысли всякие лепят. Паш, это я была сейчас у Нины. Этот мужик. Какой мужик? Паш, он брат ее, понимаешь? Чей брат? Нинин брат. Она его братом называла. Это не любовник ее, понимаешь? Это брат. Как же я обрадовался-то? Я же жизни без Нины не представляю. Я же эти дни чуть с ума не сошел. Я как-то представлю, что она там с этим. Да слава богу, все в порядке. Я что-то к ней пойду. Да вы, Паш. Паш, из-за меня извините. Из-за меня скажи, что я во всем виновата, Паш. Да скажу, скажу. Я надеялась, что Нина его простит. Это так больно, когда любимый предает. Я, конечно, извинюсь перед ней. Но сначала пусть Паша поговорит. Все оказалось не так просто. Через несколько минут Павел вернулся домой. И Наталья поняла, что Нина ее сына не простила. Тогда Наталья решила объяснить девушке все сама. Я не знала, что ей скажу. Мы ведь даже не знакомы. И мне было страшно все испортить. Но мне надо было с ней поговорить. К удивлению Натальи, Нина ее узнала. Запомнила еще после их визита в магазин с Яной. Мне надо поговорить с вами. Я уже Паше все сказала. Ниночка, миленькая. Нин, я же понимаю. Я все прекрасно понимаю. Вы на меня сердитесь. Простите меня, пожалуйста. Я не сержусь. Я уже Паше все объяснила. Так вы с Пашей уже помирились? Нет. И нам больше не стоит встречаться. Нин, Нин, понимаете? Нин, он вас так любит. Он слишком юн. У нас ничего не получится. Так вы это что поняли? Когда забеременели? Он вам рассказал. Мы познакомились с ним несколько месяцев назад. Он сказал, что ему 22 года. Он закончил институт, ищет работу. Вот он мне понравился. И я помогла ему устроиться сюда. Он вам наврал? Да. А когда я забеременела и рассказала ему, он признался, что еще учится в школе. Господи. Абортия делать не буду. Да и резус-фактор у меня отрицательный. Слава Богу, брат с женой сказали, что помогут мне, поддержат меня и малыша. Я такую вину перед этой девушкой почувствовала. Она же оказалась в таком положении из-за того, что мой сын наврал. Так захотелось ей помочь, поддержать ее. Нин, Нин, подождите. Так вы это что, из-за того скандала, что ли? Да не скандалить дело. Он раньше ревновал, а тут я поняла, что он ребенок. А по мне лучше воспитывать одного ребенка, чем двух. Мужа и ребенка. Мне этого не надо. Ниночка, миленькая, понимаете? Он вас так безумно любит. 17 лет, все безумно любит. Пройдет. Мне понравилась Наталья. Она такая трогательная. Но я должна здраво рассуждать, ведь я беременна. Теперь несу ответственность не только за себя. Наталья поняла, что Нина уже приняла решение и не собиралась его менять. В расстроенных чувствах Наталья побрела домой. Она не знала, как ей поддержать сына, как убедить его в том, что время лечит. Наталья ломала голову над тем, как теперь утешить сына. Но внезапно она увидела Пашу в сопровождении какого-то незнакомого мужика. Но она еще не знала, что ей предстоит узнать страшную новость. Пашка, 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 Господи, Пашка, что ж такое-то, Паша, Паша, Пашенька, Паша, сынок, ты цел, Паша, Пашенька, тебе плохо, Паша? Пашка, ну ты чего, Паша, Господи, Пашка, Паша, спасибо вам. Я с вами поговорить хотел. Я сторожем работаю на станции. Вечером выхожу, смотрю, лежит на рельсах. Похожу ближе. Пацан совсем. Я его стянул, по мордасам надавал. А он, смотрю, вообще пьяный в стельку. Ну я его к себе. Наталья просто не знала, как отблагодарить этого хорошего человека, который буквально из-под поезда вытащил ее сына и спас его от неминуемой смерти. Паша хотел покончить с собой. Тяжелый у вас сынок-то. Все думают, что на рельсах самоубийцы всякие. Я всю жизнь на железке, а такое впервые. Вот я перепугался. Как увидел, так и понесся к нему, как к Сайгак, при прыжку. Господи, это же он прям, что от несчастной любви, он что, он с собой хочет? Да вы не волнуйтесь. Я с ним по-мужски поговорил, мозги ему вправил. Вроде понял все, но вы за ним посматривайте. Глаз да глаз нужен. Молодежь, может, он и не понял ничего. Я буду смотреть за ним, буду. Спасибо вам. Господи, Пашка. Пашка, что ты со мной делаешь, Паша? Подай ему си, солнце ты моё. Чем я могу помочь сыну? А если он снова попытается? Я ведь эти состояния очень хорошо знаю. У меня когда муж погиб, жить вообще не хотелось. Словно вот половину меня оторвали. С утра Наталья решила поговорить с сыном серьёзно. Она боялась, что подобное может повториться, и хотела это предотвратить. Но Паша, к её удивлению, заговорил об этом сам. Мам, ты извини за вчерашнее. Пашка, миленький, понимаешь, если с тобой что-то случится, я же не переживу этого. Да не, 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 ты чего, всё, всё нормально теперь. Всё хорошо будет. Знаешь, мне вчера этот мужик так всё хорошо объяснил. Главное, это всегда мужиком оставаться. Паша сказал, сторож убедил его, что никогда нельзя опускать руки, а каждый день надо с благодарностью принимать и продолжать жить дальше. Понимаешь, если она поймёт, что я мужик, а не тряпка там какая-то, она и вернётся ко мне. Я так обрадовалась, что Пашка в таком боевом настроении. А если Нинка к нему не вернётся, что ж тогда будет-то? Давай быстрее, что расчёлся-то? Паша решил отправиться в школу и с сегодняшнего дня вести себя примерно. Наталья была очень рада, что сын, наконец, взялся за ум. Она пожалела, что не успела отблагодарить того самого сторожа Ивана, который её сыну сказал такие правильные слова. Внезапно появилась соседка Светлана. Ну как дела-то, Наташа? Ну как? Расстались они с Ниной? Как вы такие радостные, счастливые шли? Я подумала, у вас всё хорошо. Ну а что ты переживаешь? Пашка-то всего 18 лет, пока он у себя мужика будет курчить. Не вы знаешь, сколько таких? Ленок, Танек, Валик перебудет. Он Нинку-то забудет. Да как же можно забыть-то и про Нину, и про ребёнка? Ну, милая моя, а ты что считаешь, что правильно, чтобы школьники детей воспитывали, да? И на своём горбу... Тревожный звонок прервал беседу двух подруг. Это звонили из больницы и сообщили, что Нину сегодня доставили туда. Из-за переживаний ей стало плохо. А с её медицинскими показателями ей волноваться никак нельзя. Я очень испугалась за Нину и малыша. У неё же совсем ещё ранний срок. А если она на сохранении лежит, так её волновать нельзя. А как Пашке об этом сказать? Наташа, что случилось-то? Нина в больнице. Наталья рассказала о звонке подруги. Реакция Светланы её удивила. Вот и все проблемы сами собой решились. А чего? Ты чего говоришь, что такое? Ты понимаешь, что такое людям говорить нельзя? Ты о чём вообще? Я добра твоему ребёнку желаю. У ребёнка отец должен быть. Отец, понимаешь ты это? Я хочу, чтобы он тарьеру сделал. Да ну тебя, дура! Подумаешь, Пашке 17, что же он теперь не может воспитывать своего ребёнка? Если люди любят друг друга, они не должны расставаться. После неприятных новостей из больницы Наталья никак не могла найти себе место. Не выдержав, она отправилась встретить сына из школы. И не знала, как ему сообщить эту трагическую новость. Мать боялась расстроить сына. Наталья поделилась с Пашей, что Нина из-за переживаний попала в больницу. И теперь существует угроза потери ребёнка. Я за Нину очень испугался. Как там она, как малыш? Захотелось сразу к ней побежать, обнять её, успокоить. Какой же я дурак был. Она же у меня такая ранимая. Что делать будем? Паш, я не знаю. Я сейчас с этой Светкой поругалась, она такие гадости говорила. Да фиг с ней с этой Светкой. Она же вообще в жизни ничего не понимает. Паш, что ты молчишь? Да что мне говорить-то? Я не знаю, что мне делать. Я даже первый раз в жизни не знаю, что мне делать. В больницу надо ехать. Я думал об этом. Сомневался что-то. Да не сомневайся. Пойдём цветы покупать. Я очень волновалась, но была рада, что Пашка именно так решил. Если не знаешь, что делать, надо сердце слушать. Купив букет, Паша и Наталья отправились в больницу. Увидев Нину в коридоре, Наталья дала возможность молодым разобраться с глазу на глаз. А сама затаилась. Я всё же боялся, что Нина на меня рассердится и выставит. Ещё и плохо станет из-за этого расстроиться. А я же этого не хотел. Но я просто смотрел и ждал, что будет. Привет. Привет. Я, ты это, ты как? Нормально. Спасибо. С ребёнком тоже всё хорошо. Ты как? Нормально. Тебе. Спасибо. Красивая. Ты научился выбирать? Ну, мамка помогла. Мне понравилась твоя мама. Приятная женщина. Да. Ты это, ты знаешь, я же не за этим пришёл. Я объяснить тебе хотел. Паш, не начинай, пожалуйста. Не буду. Я просто... Я очень потерять тебя боялся. Это мне плохо без тебя. Я и сейчас боюсь тебя ещё потерять. Ну... Это тоже тебе. Ну, да, я был идиотом. Я истерил постоянно, но... Ты прости меня. Ты знаешь, я тоже была не права. Я вчера вечером лежала и... думала о тебе. Я же... Я вёлся, как идиот. Ты прости. Ты ведь знаешь, я люблю идиотов. Ой, здравствуйте. Проходите. Я не утепела, извините. Я как увидела их в этом коридоре, на меня такая волна счастья накатила. Обрадовалась до слёз. Нина молодец. Мам, ты чего, мам? Да это... Мам, ну ты чего, мам? Что с тобой? Да это я так. От счастья. Я был так рад, что даже говорить не мог. Я просто сидел и смотрел на Нинку. Прошло время. Нина родила мальчика. С Пашей они поженились и теперь жили вместе с матерью в одной квартире. Наталья была рада повозиться с внуком. Ведь невестку она приняла и искренне полюбила. Наталье удалось найти сторожа Ивана, и они с сыном решили пригласить его на семейный пикник. Иван с удовольствием пришёл разделить радость семейства Старковых. Иван хотел научить Пашу тому, что знал. Наталья понимала, что этот человек на её сына очень положительно влияет. Зря я переживала. Ничего страшного в том, что Паша юн, он ведёт себя как настоящий мужчина. Он заботится о нас, малыша обожает. Да и Наталья всегда рядом. Страшно иногда бывает с ребёнком. Вдруг что-то не так сделаешь, а она всегда поможет, подскажет. Славная она женщина. Наталья была рада, что молодые ладят друг с другом. И всё у них в руках спорится. Теперь они учатся всему и ценят каждую счастливую минуту, которую проводят вместе. Паша очень благодарен, что его окружают любящие его люди. Паша успешно сдал ЕГЭ, поступил на вечернее и работает в том же музыкальном магазине. Теперь не курьером, а продавцом-консультантом. У меня в жизни всё классно. И с Ниной у нас всё хорошо. Это же круто, когда у всех твоих одногруппников одни пьянки на уме. А ты уже и отец, и муж. Уже второго хочу. Но мамка против. Ну, у неё вроде сейчас личная жизнь налаживается, так что ей не до нас будет. Паша с радостью берёт на себя все заботы о своих любимых женщинах, жене и маме. И Наталья рада, что они всё могут друг другу простить. Интересно, что Нина с Пашей решили назвать малыша Иваном в честь человека, который спас Павла и дал ему возможность начать новую жизнь. Ну что? Я верю, что у Паши с Ниной всё будет хорошо. Это же не важно, сколько человеку лет. Главное, чтобы он человеком оставался и поступал по совести. Я так рада. У меня такой прекрасный внучок. Да и личная жизнь налаживается. Мне Иван Николаевич предложение сделал. В основу фильма легли реальные истории реальных людей. Редактор субтитров А.Семкин